Христос 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 Небесный мир Мне был далек Меня Христос К себе привлек Тогда вошел Жизнь мою Всего о нем Всегда пою Мама Христос Спас меня Просил грехи И открыл себя на суше, в море, над землей, Там небо, где Христос со мной. Мама Христу Он спас меня, просил грехи, И открыл себя на суше, в море, над землей, Там небо, где Христос со мной. Не важно, где я теперь живу, На высоте, внизу, в огу, В стране родной, в стране чужой, Там небо, где Христос со мной. Мама Христу Он спас меня, просил грехи, И открыл себя на суше, в море, над землей, Там небо, где Христос со мной. Мама Христу Он спас меня, Простил грехи, И открыл себя на суше, в море, над землей, Там небо, где Христос со мной. Мама Христу. Мама Христу. Мама Христу. Давайте все разом скажем Слава нашему Богу! Я думаю, ми всі на цьому собранні, на цьому місці прийшли послухати і прославити нашого Господа Ісуса Христа. И есть писание такое место, написано, когда идешь в Дом Божий, то наблюдай за ногой своей. Я себе так раздумал, Господи, а что бы это значило, идти в Дом Божий и наблюдать за своей ногой. Мы идем часто разными, маем мысли, намерения, и маем каждый свои какие-то стремления в жизни нашей. И часто можно прийти в собрание в Дом Божий, не мать хорошего настроения. Кто-то обидел, кто-то огорчил, где-то что-то тебя раздражило, и ты пришел на собрание в таком состоянии, и уже Слово Господне ты не можешь почути. Бо ты не позаботишься, ты не наблюдал за своим сердцем, за своей дорогой. Ты не позаботишься, чтобы Слово Господне, которое Господь будет говорить через Слово, через проповедь, через сауми, через вірши, во всем, чтобы до тебя достучаться, до твоего сердца. Но если ты позаботишься о своем сердце, позаботишься о своем разуме, и пришел в душу святому, исполнить своей благодати, как Иоанн был на острове Патмос, он был в душу в день воскресенье. Человек, старец, 90 лет, и кажется, никто ему не помогал, сам один на острове. Не было финансов, не было помощи какой-то государственной, не было братов, сестер. Но старец, 90 лет, в душу, в день воскресенье, он был, побачил Господа, побачил славу Господню. Он наблюдал, во всякое время наблюдал за своим хождением. И апостол Павел, он пишет такие слова, философоникицам, первое послание, 5 глава и 16 стих. Он говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Всегда радуйтесь, братья и сестры, без перестанки молиться. Это означает сегодня, это означает завтра, это означает, что хорошая погода, это означает, что у тебя есть болезнь, что нет болезни. Всегда молись, без перестанки молись, всегда радуйтесь, ибо такова воля про вас в Христе Иисусе. То, что ты имеешь или не имеешь, это не от тебя, это дар Божий, но всегда радуйтесь, слава Господа. И мы на этом собрании, апостол Павел, он говорит, заклинаю вас, братья, Господом, прочитайте ее послание всем святым братьям. И мы сегодня чуем это Божье слово, апостол говорит, прочитайте всем святым, а мы сегодня, дети Божьи, на этом собрании, я прочитал это послание, всегда радуйтесь, без перестанки молиться, за все благодарите Господа, ибо такова воля про вас в Христе Иисусе. И в этот день этого собрания мы давайте разом встанем на наши ноги и попросим Его благословения на это собрание. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Тебя! 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 Я назидая себя, потому что назидая сам себя, написал и псалмами, и словословиями, и песнями духовными, чтобы мы возрастали дальше во спасение. Первое место священного писания я буду читать. Первый псалом. Я думаю, что вы все знаете первый псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечистых, и не стоит на пути грешники, и не сидит в собрании в разратителе, но в законе Господа воля его, о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево посадено при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист, который не вьянит. И во всем, что он не делает, успеет. Не так, как нечистивые, но они, как прах, возметающий ветром. Потому не устоят нечистивые в суде, и грешники в собрании праведних. Слава Богу, дорогие братья и сестры. Часто, знаете, в собрании есть много призывают к покаянию. Зовут, зовут сюда, выходите, потому что здесь есть грешники, а им нужно покаяние. Но когда, читающие этот псалом, Давида, муж Божий, который был по сердцу Господа, который он читал эти, писал псалмы, воспевал Господу, то написано, что нечистивые в собрании праведних не устоят. Я знаю, ты был в таких служениях, где, наверное, верующие в собрании, они убегали из служения. Когда было действие Святого Духа, когда Бог действовал, то многие из среди верующих, они прямо убегали из служения. Боялись, чтобы что-то Бог не обличил, не сказал, чтобы им не было стыдно или соромно. Но когда, прочитавши это место, блажен муж, который не ходит на совет нечистивых, как важно, но в законе воли его, о законе его рассуждает день и ночь. Когда подумать над этим словом, рассуждает день и ночь. Чи мы можем всегда круглосуточно рассуждать о законе Господнем? Днем, ночью, утром. Я сказал бы, что нет ночи, чтобы поспать, отдыхнуть и так далее. Но есть такое, когда на Украине мы рассуждаем о выспите, когда выспите, мы там рассуждаем. Но это взято в общем день и ночь, оно есть в нас сегодня в мире. И мы видим, что когда верующий, он рассуждает о великих делах Божьих, о милости Господней, он будет, как дерево посажено при потоках вод, которые постоянно, оно свежее, листья не вянут, и что оно не делает, он приносит плод. Дорогие братья и сестры, как важно это уразуметь, чтобы мы были свежими, сочными и плодоносными. Это важно разуметь, потому что мы знаем, что дерево, оно не может расти в пустыне, где никогда не проходят дожди, где никогда нет источника воды, речки или озера, оно быстро и очень быстро засыхает. Так само подобно человек Божий, который он не питается от слова Божьего, от истины Божьей, от заповедей, от закона Его, он не может возрасти во спасение. Не может, и это невозможно возрасти во спасение. Но когда мы читаем первое послание апостола Петра, где он говорит, и вы, как новорожденные бладенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы вам возрасти во спасение. Дорогие братья и сестры, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы нам приносить жертвы, благоприятные Богу нашим Иисусом Христом. О, как важно это уразуметь! И сами, как живые камни, без слова Господнего мы не можем строиться в духовный дом. Мы не можем приносить духовные жертвы, которые должны приносятся народам Божьим. И когда мы читаем о Слове Господнем, и дается вопрос снова, Давид, муж Божий, он говорит такие слова, дает вопрос Господу, Богу Своему. Это 14-й псалом, как важный этот псалом из первых стихов. Господи, кто может прибивать в жилище Твое, кто может обитать на святой горе Твоей? И знак вопроса стоит. Давид, муж Божий, он дает вопрос Творцу Своему, Создателю Своему, потому что Бог – это и слово. Он сказал, вначале было Слово, Слово было Бога, и Слово было Бог. Это Слово, дорогие братья и сестры, оно живо, оно действенно, оно проникает до разделения духа и души, оно осудит помышления сердечные, и все намерения знает Господь мои и Твои. Если кто-то думает, что-то сокрыть в себе, не знает сосед, не знает отец, мама не знает моих дел, но знает Всевышний Бог, аллилуйя, он проникает до разделения духа и души. Когда считаем, что нет еще слова на языке, но он все знает наши помыслы. И дает Давид такой вопрос, кто может прибывать в жилище Твое, кто может обитать на Святой Горе Твоей. И вопрос, тот, кто ходит непорочно, делает правду, зауважный, делает правду, потому что Христос сказал, я есть правда, я есть дорога и я есть жизнь. И кто пойдет этой дорогой, навык не опытный, он не заблудится, он есть правда. Кто не клевещет языком своим, не делает искренним своему зла и не принимает понощения на ближнего. Дорогие братья и сестры, это очень важное место священного Писания. И сколько сегодня понощений на ближних своих. Но когда я как важно уразуметь, не принимайте понощения на ближнего своего. Многие верующие христиане, кто-то рассказывает, ты знаешь эту сестру или этого брата, он такой, он такой, ты знаешь, я знаю. Откуда ты знаешь, там мне говорили, а он говорит, да-то я так и знал, что он есть такой, да я знала, что она такая есть. И знаете, потакают, когда читаем, те, которые потакают, они отвергаются от благодати Божьей. Но написано, не принимайте понощения на ближнего своего. Это есть против воли Господней. Он, когда принимает понощения, не знаючи истины, не узнавший дел его, не спросил этого человека, чей истина оно так. И тот человек, он отходит от истины, но как важно, не принимает понощения на ближнего своего. Тот в глазах, который презрен, отвержен, но который боящийся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменит, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий, так не поколеблется вовек. Аллилуйя, аминь. Как важно это слово, которое прочитавши, как важно знать Писание, дорогие братья и сестры. Многие уверовавшие в Слово Господне, ну они несведомые в Слове и не утвержденные в Слове. Когда мы утвержденные в благодати Господа нашего Иисуса Христа, и мы становимся, как живые каминя, устрояющие из себя Дом Духовный, Священство Святое. И тогда мы ощущаем в себе силу благодати Иисуса Христа. И тогда душа, она говорит своему Создателю, слава Господа Бога своего Израиля. Ибо Он тебя избавил и спас душу твою ради имени твоего. Дорогой брат и сестра, слышишь ли ты зов Господа? Ты знаешь этот зов, который Господь дал, потому что народ Божий, он знает зов Господний. И душа, она постоянно вопьет, душа славит, куда ты не идешь, она говорит, Господи, я хочу быть с тобой. Как важно, кто твой пастырь сегодня, кто твой учитель, кто твой наставник и кто твой путеводитель сегодня. Дорогие братья и сестры, потому что ученики Иисуса Христа говорили, мы пойдем за тобою, следуй за мною, говорит Господь. И это важно, следовать за нашим Господом Иисусом Христом. Читаю еще одно место, всем знакомим место, снова Псалом Давида 22. Господь, пастыр мой, я ни в чем не буду нуждаться, он покоит меня на злашних пожитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на связи правды ради имени своего. Аллилуйя. Братья и сестры, это важный псалом для каждого из нас. Когда мы сблизились с нашим Иисусом, когда мы познали Его, когда уверовали в Него и утвердились в благодати Его, то тогда душа Господь говорит, что душа говорит Господу, Ты мой пастыр, я ни в чем не буду нуждаться, Ты меня водишь на злашние пожитки, Ты меня ведешь на эти воды спокойные воды, Ты подкрепляет душу мою ради имени своего. И если я пойду долиной смертной тени, не убуюсь от зла, дорогие братья и сестры, пожелтут Твой посох и Твой жезл успокаивают меня. Сегодня я хочу сказать для вас, если что-то посинит этот мир, если посинит какое-то испытание Тебя и дома Твоего, не бойся, Твой и мой искупитель живой. Аллилуйя, аминь! Он проведет, Он укрепит, Он утвердит. И он говорит, если я пойду долиной смертной тени, не убуюсь от зла, не бойся сегодня ничего, а знай только одно. Бог сказал, Он сделает, Он говорит, и Он еще сегодня говорит, испытаю народа своего, каждого проверка придет, каждого пройдет проверка. И как важно это знать. И ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умасил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. И так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господней многие дни. Аллилуйя, вечному Богу! Мы видим, что ты умасил голову мою елеем. Аллилуйя! Знай, брат, сестра, что ты и я есть помазанник, Господний помазанник. Но кто поднимет руку против помазанник Господний и против церкви Иисуса Христа, они будут поражаемым Богом, не человеком. Но Бог стоит за народ свой. И как написано, ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умасил голову мою, чаша моя преисполнена. И как важно это уразуметь. И важно это место священного писания. И мы видим, прочитавшие это место, и я пребуду в доме Господнем многие дни. И мы сегодня прибили в этот дом молитвы. И дом молитвы называется домом молитвы. И мы в этом доме молитвы преклоняем колени, мы молимся. В доме молитвы мы поем, мы славим Господа. В доме молитвы меня и тебя учит Господь словом своим. Это сказанное слово для живых. Потому что Давид говорит, Господи, когда я пойду в преисподнюю, что я смогу славить имя Твое в Шеоли. Нет. Когда я и ты живой, мы имеем право возвысить голос свой и сказать, Господь, я в доме Твоем. Я хочу Твоего благословения. Я хочу Твоего еще помазания Святого Духа. Я хочу, чтобы Твой Дух, Он был на мне Дух. Как Он говорил, где я не раз говорю. И люблю это место священного писания. Дух Господний на мне, Он помазал меня благословить Евангелие. Потому что Он говорил, апостол Павел, горе мне, когда я не благословиваю Евангелие. Горе мне, дорогие братья и сестры. Но чтобы проповедовать или быть благословником Евангелие, надо его знать. Надо научиться, потому что Христос сказал, научиться от меня, ибо я кроток и с миронным сердцем, и найдете покой душам вашим. Чтобы найти покой в душе своей, надо смириться, упокуриться слову Его, потому что блаженный той, кто знает зов Господний. А зов Господний, Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обременные, и я успокою вас. Кто нашел Господа, и верить Ему, доверять Ему, тот муж благоразумный, блаженный муж, который знает зов Господний. Мы сегодня в то время, мы сейчас преклоним наши колена. Мы будем благать Ему, умолять Его, Господи, и говорить, я часто говорю, не говорите сегодня уже, Господь, прибудьте на этом месте. Он уже есть, дорогие братья и сестры. Он здесь, Иисус Христос, Он в середине, в сердце твоем. И только осталось, прослав Господа, расширь сердце дверь. Открой свои кладовые, свои сердечные, и восквали Иисуса за спасение, за прощение, и за то, что Он дал тебе сегодня здоровье, и силу, и крепость, что ты находишься, и я с тобою в Доме Божьем. И знаю, что Господь сегодня благословит. Склоняя колено, молюсь, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 За ребенка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даром Бог дает Прощение Субтитры создавал DimaTorzok Даром Бог дает Прощение Даром Бог дает Субтитры создавал DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова ПЕСНЯ 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 осень осень красивую осень осень красивую осень городе тихая осень последние дни октября к нему когда листья сбросил и стала другой земля слава богу как злые приходят дни до кого и ты мне ну и 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 Аминь. З молитвою живою, з молитвою встав, закінчить хочу шлях, щоб увійти до вічного спокою. І в голоси пиши, і в серці, і в душі, я розбуляю з тих, кого не бачу. На сумніву нема, він чує всі слова, і сльози витирає, коли плачу. З молитвою живою, з молитвою живою, з молитвою живою. З молитвою живою, з молитвою живою, з молитвою живою. Я розмоляюсь ты, кого не бачу. На сумке умерла, не чуясь слова, И слезы витера, я поле плачу. И голоси в души, и в сердце души. Я розмоляюсь ты, кого не бачу. На сумке умерла, не чуясь слова, И слезы витера, я поле плачу. И слезы витера, я поле плачу. Слава Богу! Слава Богу, дорогая церковь! Я очень рад сегодня быть такой возможностью быть с вами. Я с семьей приехал из Сакрамента. Когда-то лет, наверное, уже 16 прошло. Мы приезжали сюда, я с отцом, с мамой. Хотели переехать, но так не получилось. У нас меня зовут Павел Гуржи. Может быть, кто-то, я так некоторые знакомые лица помню. Ну, несколько человек, кто очень рад вас видеть. Вот, и Господь дал такую возможность быть сегодня вместе с вами, поделиться словом. И также потом мои дети споют после проповеди. Но я коротко скажу одно объявление, затем мы обратимся к Священному Писанию. Несколько лет назад так Господь положил мне на сердце написать книгу. Вот оно так пришло, откровение. Как оно, ну, как в сознании так ясно увидел, как оно должно даже называться, название, о чём оно, как выглядеть. Вот, и трудно было сразу взяться, потому что у меня другие там, и в церкви служения, и семья, и дети, и работа, и много всяких активностей. Вот, но помню, попадаю в одну церковь, и перед служением я должен был там проповедовать. И один из служителей говорит, в следующий раз, когда приедешь к нам в церковь, ты должен уже приехать со своей книгой. Я так думаю, ну, я же никому не говорил. Вот, с другого штата пожилая сестра, её даже и не знаю, звонит, говорит, ты должен написать свою книгу. Вот, и я так всё сопоставил, и думаю, нужно повиноваться голосу Божьему. Вот, и мы сделали, издали эту книгу, там, если получится, на экране покажут. Она называется «Бог может». «Бог может» — это для чтения на каждый день. Здесь 365 дней в году, ну, 366 в высокосном. Вот, и на каждый день одна страничка, коротенькое слово, как «Я верю от Господа», назвал её «Бог может», потому что мы проходим трудные обстоятельства жизни. Даже если мы верующие всю жизнь, если мы близки с Богом, мы проходим ситуации, когда, как возьмём Давида, хороший пример, человек Божий, пророк, царь, помазанник, вот, певец сладкий Сиона, и он проходил долины испытаний, даже писал, если пойду долиной, смертные тени. Поэтому и в нашей жизни есть разные обстоятельства. Но во всём этом рука Господня, благодеющая на тех, кто ищет Его, Господь никогда не оставил и не оставит надеющегося на Него. Даже если ты проходишь самую тяжёлую обстановку в жизни, самый тяжёлый путь, который непонятен тебе, и ты не знаешь, почему, за что и как, ты знаешь, что Бог рядом с тобой. Он говорит, я держу тебя за правую руку, и я говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Об этом эта книга на каждый день, во всех обстоятельствах жизни, Господь поможет тебе. Вот. И также две детские книги, которые мы издали. Вот. У меня дети, поэтому они любят рассказы. И так они каждый раз меня просят, папа, расскажи, папа, расскажи рассказ, какой-нибудь рассказ. И именно надо самому его придумать. Они не принимают рассказ какой-то книги, там, с интернета, вот нужно или посадить их в зубы, чистить и рассказывать, или выключить свет и начинать вот придумывать свой рассказ. И вот мне пришлось рассказать много им рассказов, которые просто вот на ходу я им сочинял. И я даже никогда не думал, что мы будем издавать книгу, но проходили годы, проходит год-два, они мне рассказывают. Помнишь, ты нам рассказывал этот рассказ, этот? Я говорю, я уже не помню. Вот. И потом я так думаю, ну, если оно так глубоко запало, что прошёл год-полтора-два, они не помнят, это коснётся и других детей. Поэтому мы издали две книги. Одна для детей так от трёх до шести лет, вторая от пяти, может, до десяти. Очень красочный, с духовным смыслом на детском уровне. Если есть внуки, дети, вы можете взять. Мы, друзья, в России распечатали огромный тираж, передали в Беларусь, в Россию, в Сибирь, и там мы бесплатно раздаём, как евангелизационный проект. Вот. Но здесь мы хотим как-то перекрыть наши расходы, поэтому мы по самой минимальной цене, по самой минимальной цене, чтобы мы окупили и не были в долгу. Вот. На выходе мы там будем. Пусть Господь благословит вас. А теперь прощаемся к Священному Писанию. К Священному Писанию. Вот. И мы откроем Евангелие от Луки, 21 глава, 27 стих. Луки, 21 глава, 27 стих. «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою». Когда же начнёт это сбываться? До этого Христос много сказал, что будет перед Его пришествием. И мы знаем, я не буду на это обращать внимания, какие будут события на земле, мы все их прекрасно знаем, что будет происходить перед Его пришествием. Так вот, когда же начнёт это сбываться, все вот эти вот события перед Его пришествием? Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Христос говорит, что когда увидите всё это сбывающее, восклонитесь. То есть это значит, выпрямитесь. Это станьте ровно. Это не будьте сгорблены духовно. Станьте во весь рост и поднимите глаза вверх. Вот эти события последнего времени, о которых говорил Иисус, они прежде всего должны заставить церковь смотреть в небеса. Они должны заставить тебя и меня не смотреть на это земное и поднять свои глаза в небо, искать Божьего присутствия. На эту землю придут такие испытания, такие ситуации, когда истинное Дитя Божье. Не будет другого выхода, не будет другой опоры, не будет других каких-то средств, чтобы пройти через всё это, как только поднять свои глаза в небеса и своё сердце направить к Богу, потому что там избавление наше. Аллилуйя, друзья. Там наше избавление. Так вот, когда мы смотрим на Священное Писание, мы смотрим Откровение, 20 глава, ну, 21 глава даже, 21 глава, Иоанн увидел Церковь Иисуса, или Новый Иерусалим, да, вот невеста Иисуса, то место, где будет Церковь Божья. И Он говорит, что Я увидел её, это она была как невеста, украшенная, приготовленная для мужа своего. Как невеста, приготовленная для мужа своего. Посмотрите, если мы обратим внимание, ну, невеста – это особое слово, особый термин такой, ну, это не говорится каждый день, да, это раз в жизни бывает, правда, вот невеста. И если кто-то вспомнит свою молодость или тот момент, когда у вас была свадьба, когда вы были невестой, когда вы готовились, ну, раньше, может быть, как-то это было по-другому чуть-чуть, но сейчас иногда за год готовятся, за год готовятся, чтобы этот день, один день, как невеста провести достойно, да, выбирают особое платье, наряд, украшения, там много советуются, закупают, платят большие деньги, и потом это платье больше никогда не носят. Оно только на один день, на несколько часов даже иногда бывает, да, как невеста, украшенная для мужа своего. Друзья, пришло время особого приготовления ко встрече с Богом. Пришло время приложить все усилия, чтобы встретить его, как невеста, приготовленная к браку. Пришло время приготовить свои одежды. Приближается пришествие Господне. Аллилуйя, друзья, это прекрасное время, когда Иисус возьмет свою церковь. Мы смотрим книгу пророка Ионы. Интересная книга, знаем ее с воскресной школы. Человек Божий, пророк, убегает от Бога. Убегает от Бога, и написано, он поплыл на корабле в другую сторону. Он плывет на корабле в другую сторону, и вот Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась великая буря, великая буря. И там корабельщики, они поклоняются своим богам, они идолопоклонники вместе с ним. У них много богов, и каждый своему молится. И вот Бог поднял эту бурю не для того, чтобы вразумить корабельщиков, не для того, чтобы их наказать. Бог поднял бурю, чтобы что-то сказать своему сосуду. Бог поднял бурю, чтобы что-то сделать сердцем пророка Ионы. Бурю послал Бог для него. А он крепко заснул. Он крепко заснул. Он противится Божьему голосу. И приходит момент, что уже начальник корабля, начальник корабля приходит и будит его. Встань! Встань! Молись твоему Богу! Друзья, буря, которая придет на эту землю, она будет для церкви прежде всего. Она будет прежде всего для церкви, чтобы приготовить ее, исполнить Божью волю на этот последний отрезок периода. Она будет настолько потрясающая буря, что она заставит пробудиться спящего. И более того, даже начальствующие этого мира, им будет дано от Бога определение какое-то, позволение пробудить церковь. Друзья, приходит время, когда законы меняться будут обстоятельствами, и это от Бога, чтобы пробудить церковь. Бог начнет будить свой народ. И церковь изменится, служение изменится. Жизнь каждого ищущего Господа поменяется. Мы пробудимся. Придет время, когда Дух Святой посетит церковь, потому что осталось очень мало времени. И вот он проснулся, и он уже в чреве кита, когда изнемогла во мне плоть моя, душа моя вознемогла, вспомнил я о Господе, и молитва моя поднялась к небу. Приходит время, когда молитва народа Божьего будет другая. Молитва к Господу поднимется настолько мощно, настолько сильно, что она достигнет небес, и она достигнет престола Божьего. И это Господь допустит. Написано, что в плаче Ремии кто это говорит, что бывает и такое, что бедствие не Господь допустил. Кто такое говорит, что оно само собой произошло? Не от люсли Всевышнего бедствие и благополучие. Это Бог управляет. Да, есть сатана, есть дьявол, но он не делает ничего без позволения Божьего. Поэтому то, что на земле происходит и будет происходить, оно предназначено, прежде всего, помимо других целей, оно имеет огромную цель приблизить народ Божий к Господу и приготовить нас. Когда народ израильский переходил через Иордан, они должны были перейти через вот эти воды, которые раступились. И вот Господь дал такое повеление, когда ноги священников вступят в воды Иордана, когда они вступят туда, то вода разделится. Но там было очень важно сказано, там сказано было, что народ должен быть на расстоянии между ковчегом. Вот шли сначала левиты, вот священники шли, несли этот ковчег, и расстояние между ними и народом должно было быть две тысячи локтей или это три тысячи двести фитов. Это довольно, ну, хорошее расстояние, тысячу метров практически. Вот. Почему Господь так сказал? Вот почему? Дело в том, что дальше Он поясняет, потому что вы не подходите близко к Нему, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня. Итак, мы смотрим на массу народа, огромная, огромная масса людей. Ну, кто-то одну цифру говорит другую, но очень много людей. И вот, когда они идут, и если бы они очень близко были к ковчегу, то они бы, кто впереди, тот видел бы ковчег. Они бы видели, где священники, где ковчег. А кто чуть-чуть дальше, из-за народа, они бы не видели. Народ передний, впереди стоящий бы, закрыли собой, заслонили ковчег. И потому Господь сказал, пускай будет определенное расстояние, чтобы с большого расстояния и те, кто впереди, посредине и сзади, они могли видеть, куда направляется, в какую сторону ковчег, потому что этим путем вы не ходили. Вам нужно видеть ковчег, где бы ты ни стоял в стане народа Господнего. Друзья, путь, которым мы будем идти, этим путем не ходили мы ни вчера, ни третьего дня. И всем необходимо, сидящим впереди, посредине и позади, кто проповедует или поет, или ничего в церкви не делает, в каком бы ты положении ни был, в стане народа Господнего, Бог сегодня повелевает тебе иметь такое расстояние, чтобы видеть своими глазами, куда направляется Дух Божий. Бог хочет, чтобы ты видел направление, чтобы ты имел откровение, чтобы ты слышал голос, голос Святого Духа, потому что путь, которым ты пойдешь, ты не ходил ни вчера, ни третьего дня. Есть единственное водительство, есть единственное знание, есть единственное откровение, это через откровение свыше, которое мы должны иметь в это последнее время. И Господь хочет, чтобы это было у каждого человека. Поэтому в ковчеге было одно окно, всего одно окно. И оно было, знаете где? Оно было вверху ковчега. И вот поэтому он, ну он даже и не знал, когда вода сойдет, да? Помним, что он делал. Он не мог посмотреть, ему нужно было выпустить. Он не мог так забраться и посмотреть. Оно не было где-то в стенах ковчега со стороны. Вот одно окно, которое вверх было, чтобы узнать, чтобы узнать, сошла ли вода или нет. Вот в наше время есть одно окно, одно окно, которое будет нам давать ответ руководства. Это окно вверх. Окно вверх. Это наша молитва с Господом. Это наше общение с живым Богом, которое Господь хочет дать каждому человеку. Пусть Бог поможет нам, чтобы эта сила Божьего Духа, она побудила нас искать Его больше, приближаться и слышать голос Божий. Смотрите, несколько еще таких моментов, которые Господь, он, я думаю, хочет, чтобы мы по-особому взяли себе на вооружение. Когда народ израильский вошел в Израиль, то написано, что они выгоняли всех этих народов. Но вот есть такая глава, первая глава судей. И здесь написано, что Монасия не выгнал жителей Бевсана и остались Хананеи жить в земле этой. Ефрем не изгнал Хананеев. Заволон не изгнал жителей Кетрона. Асир не изгнал жителей Ако. Нифалим не изгнал жителей Бевсамиса. Остались Амареи жить на горе Херес. Я немножко пропустил еще. Оказывается, когда они вошли в землю обетованную, они боролись, они сражались, они изгоняли. Но были где-то моменты, которые они не смогли изгнать, которые они не смогли победить, которые они не смогли завоевать. Были какие-то обстоятельства, которые по какой-то причине остались непокоренными. И Бог все это видел, и Бог все это знал. И Он говорит, если будете Мне служить, вы завоюете все. И в наше время Бог не изменился. Он хочет, чтобы мы все завоевали, все покорили, чтобы мы пленяли все помышления в послушании Христу, чтобы не было ни одной сферы в жизни непокоренной Святому Духу, чтобы не было ни одного качества характера непокоренного Христу. И Господь говорит, я хочу, чтобы ты покорил все. Это очень важно. И поэтому Господь помогает нам очень часто обстоятельствами, когда церковь засыпает, когда церковь где-то оставила в своем служении каких-то хананеев, каких-то хитеев. И Господь иногда ожесточает их до того, что они начинают вести усердную борьбу, чтобы ненависть была, воспротивиться, чтобы полностью искоренить этих народов. Поэтому не стоит удивляться, если в жизни приходят какие-то обстоятельства или будут приходить, когда нам будет казаться, почему Бог такое допустил, почему такие моменты Господь хочет народ свой приготовить. Когда народ не истребляет все, когда народ не покоряется Богу, Бог начинает обрезать его, обрезать, настолько обрезать, что ему становится тесно. Мы это читали во многих, многих, многих главных священных писаниях, в судьях и в царствах, в Азапиле тесно стало. Почему Бог это делал? Он не любил свой народ. Почему Бог это делал? Он хотел сильно строго наказать. Бог настолько любит свой народ, настолько любит свой народ, что когда он видит, что человек по-хорошему не идет к нему, что эта спячка, она не отпустит человека, что вот в таком теплом состоянии он и умрет. Господь настолько возлюбил, что он начинает допускать обстоятельства, чтобы пробудить церковь свою. И он стучит, он говорит, посмотри, все, что приходит в твою жизнь, это мой голос, это мой стук. Иногда люди говорят, почему это? Почему то случилось? Почему то случилось? Бог работает над твоим сердцем, Бог что-то переплавляет, Бог что-то обрезает, Бог что-то делает с тобой, чтобы приготовить сосуд чести, чтобы сделать тебя готовым войти в Царство Небесное. И это великая милость Божия, которую Господь оставил каждому из нас. Это свою работу над нами. Смотрите, было такое время, когда был царь Аса, который служил Господу. И написано, что он ходил путями отца своего, не уклонялся, только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердое сердце своего к Богу, отцов своих. И не обратил твердое сердце. То есть, вот вроде бы и служит Богу, и в то же самое время еще есть вот что-то такое, что мешает, что не позволяет Богу действовать в полной мере, что не позволяет Божьей благодати настолько распространиться в жизни. Что-то мешает. И смотря на свою жизнь, я думаю, мы должны по-особому обратить внимание, чтобы мы обратились к Богу на полное сердце, полным сердцем. Я помню, попадаю в один дом, и там пожилая уже бабушка, сестра такая в косыночке, все уже в преклонном возрасте, сидит на диване, включен телевизор, и там что-то стреляют, война, убивают. Ну, я там по делу зашел к ее сыну, он уже взрослый человек. Я свои вопросы решил, я ушел. Через некоторое время я попадаю в дом другого человека, и там старенькая пожилая бабушка сидит за столом, свет горит, лампа горит, большая Библия лежит, у нее очки, и у нее такая лупа, увеличительное стекло, и она так водит, шепчет и читает, шепчет и читает. И я посмотрел, какая разница, какая разница, две бабушки, две косынки, две одинаковые косынки, две одинаковые на вид религиозные старушки. Но какая разница, одно сердце к Богу тянет, уже читать не может в очках, уже лупу берет, читает, Бога ищет, вы понимаете? Есть сердце, которое Бога ищет, есть сердце, которому недостаточно знания, которое вложили в проповеди, в теологии, на служение, есть сердце, которое к Богу стремится, которое Бога любит, которое скажет, нет, пущу тебя, пока ты не благословишь меня, есть сердце, которое слезами своими омывает ему ноги учителю, есть сердце, которое сидит и слушает, внимает, впитывает, как губка его живительные слова, такое сердце Бог хочет, чтобы было во мне и тебе, сердце жаждущее, сердце любящее Спасителя, сердце, которое в этом мире ничего не ищет, которое себя отреклось для того, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Это не религия, это не какие-то правила, нет, есть сердце, благодатью наполненное, Аллилуйя, друзья, и этого Господь хочет достичь в каждом из нас, и такую церковь Господь хочет видеть, такую церковь пламенную, такую церковь, горящую первой любовью, а другие не попадут, друзья, а другие не войдут туда, только те, у которых первая любовь, которые не могут проводить и дня без Его присутствия, день проходит, а на сердце тяжело, Господь, я с тобой не общался, Господь, что-то нету внутри этого движения благодати, где ты, Господи, дай мне найти тебя, вот такое сердце Господь хочет произвести в жизни нашей. Друзья, мы будем сейчас молиться, мы будем молиться, я бы так хотел, чтобы то, что будет происходить в период, который мы все ожидаем, я знаю, что многие из вас, вы понимаете, к чему идет эта история человеческая, что происходит, какие законы, какие перемены, может быть, мы не до конца где-то что-то осознаем, и кто-то так понимает, кто-то по-другому понимает, вот, но так бы хотелось, чтобы мы вошли в это время готовыми, готовыми. И вот один пример перед нашей молитвой. Если мы будем неготовыми, нам будет очень тяжело пройти, и многие не устоят, многие не устоят, многие не устоят. Значит, когда Ахав, один из самых нечестивых царей, один из самых нечестивых царей, со своей изовелью, у них там вместе было, он забрал на Вуфея землю, и на Вуфею убили. И было слово Господне, я истреблю тебя до единого человека в доме твоем. И ушел пророк от него. И написано, выслушав все эти слова, Ахав разодрал одежды свои, возложил на тело свое вретище, постился и спал во вретище, и ходил печально. Это кто? Пастор был? Священник? Левит, проповедник? Это был самый нечестивый царь. Но так коснулось его слова, что он разодрал свои одежды, одел вретище, постился, спал даже во вретище, ходил печально. И вы что, Бог сказал, за то, что ты так много нагрешил, это тебе не поможет? Господь говорит Илья, видишь, как смирился Ахав за то, что он так смирился. Я не наведу в одни его этих бедствий. Какая милость Божия! Какой ответ от Бога к смиренному сердцу! Какая благодать, когда мы каемся! Какая благодать, когда мы осознаем, что я бы неправильно жил! Я смиряю свое сердце, разрываю свое сердце и прихожу к Господу! Какая милость Божия! Недавно мне довелась такая возможность быть на одном из мероприятий церковных, где были, может быть, около 100-150 человек, наши славяне, верующие, все с церквей. И, вы знаете, это такое было не церковное мероприятие, поэтому там более свободная атмосфера была. Мы так общались. И после служения, ну, это не служение, такое общение было, мы приехали домой, и я так печально на сердце, я делился со своей женой, просто так, ну, искренне печально. Говорю, мне так показалось, что, ну, может быть, я так по-человечески говорил, может быть, 10% людей, которые так близко с Богом, остальные все были мысли о чем-то таком земном, оно видно, да, вот когда общаешься с человеком, ты чувствуешь его внутренность. Ну, так просто поговорили, и легли спать, и ночью мне снится сон. Ночью мне снится сон. Подходит ко мне пророк и говорит, так говорит Господь, ты осудил мой народ. Вы знаете, в этом слове я прочувствовал такую отцовскую любовь ко всем, к тем, которые горят, к тем, которые горячие, ревностные, к тем, которые холодные, к тем, которые теплые, к тем, которые его никогда не знают и отвернулись от него. Такую отцовскую любовь. И затем он говорит, вот придет время, когда изменятся обстоятельства, когда сузятся пути, когда придут трудные времена, и многие из тех, которые холодные, они изменятся, начнут слушать мне как надо. Многие из тех изменятся, а многие упадут и не встанут. Друзья, приходит время великих перемен, и Господь хочет, чтобы мы были в числе тех, которые поправят свои одежды, которые повернутся лицом к Господу и скажут, «Гряди, Господи Иисус!» Аллилуйя! Давайте мы склонимся на наши колени. Он отец для всех народов, от грехов Он дал свободу, смерть Ему подвластна, Он святой! Сохранит войну и голод, верой, как щитом укроет, верен любви своей, Он отец на всех! Ава, 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 все в твоих руках, Добрый, верный, святый, Ты, Отец, и наш! Нов и вновь ты нас прощаешь, и любовь ей наполняешь, Ава, О, Святый! Отведи нас укрываешь, Просим, мы всегда прощаешь, Ты наш самый близкий и родной! Любишь нас, всегда нас слышишь, Мы твои дыханием дышим, Наш Творец, ты Бог, Ты, Ава, мой! Ава, 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 Все в твоих руках, Добрый, верный, святый, Ты, Отец, и наш! Нов и вновь ты нас прощаешь, И любовью наполняешь, Ава, О, Святый! Ава, 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 Все в твоих руках, Добрый, верный, святый, Ты, Отец, и наш! Вновь и вновь ты нас прощаешь, И любовью наполняешь, Ава, О, Святый! Ава! Ава, 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 Все в твоих руках, Добрый, верный, святый, Ты, Отец, и наш! Ава, 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 Вновь и вновь ты нас прощаешь, И любовью наполняешь, Ава, О, Святый! Ава, 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 Ава!